Значит, три года наше сегодняшнее обсуждение будет посвящено подведению итогов, связанных с проблемой промышленного использования холодного ядерного синтеза для энергетики. Просто 14 января, исполнилось три года, с той памятной пресс-конференции России, когда он на весь мир объявил, что есть источник тепловой энергии, очень дешевый, очень качественный, то есть экологически чистый, и в настоящий момент он собирается счастливить весь мир. Прошло три года, и надо понять, что удалось, что не удалось сделать. Значит, еще раз, я постараюсь делать обзор сегодня всего, что было в области холодного ядерного синтеза, за то, что не было известно, скажем так, за последние месяца 34. Накопилось достаточно много. Сначала давайте вернемся к установке Россия. На сегодняшний день десятки групп по всему миру занимаются тем, что построили, строят установки холодного ядерного синтеза. Но эта установка очень маломощная, киловатт. Это демонстрационные установки обычно какие-то. На сегодняшний день только две из них претендуют на статус промышленных. Первая – это установка ЕК от Росси, и вторая установка – установка Гепериона от Девкалиона. Это греческо-канадская инвестиционная фирма. Первоначально они пытались сотрудничать с Росси. Я помню еще раз ситуацию. Никаких Россий утверждает, что никаких данных он им не передавал. Но тем не менее, они каким-то образом поняли, и на сегодняшний день они пытаются изготовить предпромышленный образец некий. То есть тот образец, к которому потом можно будет генерировать промышленные образцы серийные. А Росси патент не зарегистрировал? Значит, с Росси патентом мы никак не давали. Все, что есть у Росси – это один итальянский патент. Потому что когда ты что-то делаешь, то ты, в первую очередь, должен физически его обосновать. А современная физика говорит, что такие вещи невозможны. Принципиально. Значит, напомню вам, что из себя представлял генератор Росси. Генератор Росси представлял из себя некий керамический цилиндр. Керамический цилиндр, в котором находится, считается, что нано-порошок никеля. Этот керамический цилиндр подключен к баллону с водородом, с обычным. И он находится под давлением только 2, а только 10 атмосфер. Потом, внешним электромагнитным полем, он разогревается путем тока высокой частоты. Как он берется, его разогревается. После этого ток этот отключается. И он, в течение определенного времени, начинает генерировать тепло. График для генерации тепла у него выглядит следующим образом. Вот он так. То есть, вначале здесь у тебя какое-то поле, то есть мощность приводится. А потом, вот оно происходит так. Ты его отключаешь, через некоторое время тепла становится еще раз больше. В Екат-1 коэффициент КПД был примерно 6. То есть, мы подводили 1 Вт мощности электрической, а там потом мы собирали 6 Вт тепловой мощности. Вот. Вот такова она ситуация. Что находится внутри? Внутри его находятся некие капсулы. Вот такие. В эти капсулы, они 200 нанометров где-то. Нанометров они находятся. Там зерна никеля находятся на какого-то водоподложке. Скорее всего, это оксидцинка. Они очень маленькие, они 5 нанометров. И когда их, например, начинают нагревать, там начинает считается, что происходит холодная ядерная реакция при низких температурах. У нас водород взаимодействует, то есть протон взаимодействует с ядром никеля, и происходит некоторая реакция. Как эта реакция происходит? Ну вот, у никеля, у него 5 стабильных изотопов. Те, которые существуют в мире. Их процентное соотношение в нем, вот оно здесь. Я десятую долю выкинул. Значит, как происходит реакция? Ну, по всей видимости, 58-й пересходит, 59-й кубрум. 60-й переходит, 61-й кубрум, то есть в мире. И эти здесь тоже происходят. Из группы Девкалеон, напомню вам, она, значит, делала следующее. Она запускала каждый изотоп по отдельности. И написала об этом отчет. Известно, что 61-й изотоп у них реакция не шла. Я хочу заметить, и это я постоянно замечаю, что это 61-й изотоп, это мезбаровский изотоп никеля. То есть почему-то на мезбаровском изотопе никеля реакция не идет. Правда, другие пишут, что он просто-напросто, просто нечетный. На всех четных идет, а на нечетных не идет. Вот, такова она ситуация. Ну, что сразу же сказали. Опросили большое количество народа, и все сказали, что это невозможно. В том числе у нас отметилась, поэтому вот бомбилась, комиссия по борьбе с Жановкой, под руководством на тот момент уже Евгения Александрова. Это такой наш академий кубчик. Он сказал, что эта реакция идет с выделением, с поглощением тепла, а не выделением. И другие люди нарисовали нам кривую вот этот график. Такой, помните, я его рисовал. Она была вот такая. Ой. Так, его слишком рисую. График был вот такой примерно. Это энергосвязи на один угол. Вот 8 мегаэнектрон вольт связи. Вот здесь у нас в нуле понятно протий, то есть один всего водород, у него энергосвязи равна нулю, да? Дальше диетерий, здесь маленький, налитий вот такой закуток, а вот здесь у нас 57-ое железо где-то наверху. И после этого у нас происходит некое падение. Вот здесь находится у нас уран, и мы видим, что действительно, если мы уран развалим на несколько частей, то тогда у нас будет некая дельта энергия возникать. И я на этот график смотрел, интервью Евгения Александрова читал, и начал придумывать всякие безумные вещи. Поскольку вольт-преакция ось идет, и она не может, я начал придумывать о гидриноподобных состояниях ядра, как я их диксирую, все это оказалось полной чушей. Потому что благодаря брогеру по имени Трифонов, Трифон, скорее всего, за ним скрывается, Игорь Лунов за этим сертонимом, он сказал, что надо просто все посчитать. И я действительно взял и посчитал. Считал дефект масс. Берем продукт, то есть добавляем определенной массы, добавляем в него массу протя, то есть водорода, и считаем, какая получится масса купрома, то есть меди. Вот она. Если разница у нас в результате больше, то есть ники плюс водород, оказывается меньше купрома, то ведь этот излишек массы, по зависитому соотношению массу умноженную на скорость его квадрата, он выделится. И оказалась ситуация прямо противоположная точки зрения Александрова, который раструбил ее на весенних. Реакция, значит, на 58-м. Она приходит так, что у вас на один акс линия порядка 3,5 мегаэлектронвольт выделяется энергией. Для 60-го порядка 5 мегаэлектронвольт. Для 62-го 7, и здесь где-то 64-го 8 мегаэлектронвольт. Много ли это мало? Ну, с одной стороны, как бы, вроде бы цифры маленькие, и ничего особенного. Но на самом деле цифры это чудовищные. Я хочу сказать, что энергия оптического фотона это 1 мегаэлектронвольт, то есть миллион раз меньше. Это хочется сказать, что энергия химической реакции, когда водород горит в атмосфере кислорода, полуэлектронвольта где-то. То есть это опять получается, то есть 10 в 7 раз меньше приблизительно всех этих энергий. Хочется сказать, что 52-й и 61-й тоже дальше распадаются. Здесь тоже есть некая энергия. То есть оказывается, что всякие вот такие рассуждения, как интервью замечательного академика, главы уже на сегодняшний день комиссии положенного науки, не имеют к действительному отношению дела ничего не имеют. Никакого отношения. Но с другой стороны у нас есть ядерная реакция. Средняя ядерная реакция распада урана, значит, она составляет порядка 202 мегаэлектронвольт. Но если мы поделим его на массу приблизительно, то получается, что для реакции 258-го по отношению к одной массе где-то в 15 раз менее эффективна, чем распад 235-го урана. Значит, напомню, что 235-й уран тепловой, который в реакциях находится, он распадается большим количеством способов. У него в качестве отходов порядка 300 различных изотопов. Но в среднем там где-то порядка 200 мегаэлектронвольт. То есть здесь она как бы реакция получается в 7 раз меньше, но поскольку он в 70 раз меньше, но поскольку он в 135-й гораздо тяжелее, чем даже медь порядка 60, то выход на одну реакцию стоит в 15 раз меньше. То есть это реакция возможна, что я хочу сказать. То есть не надо затрагивать никакую энергию. Действительно, энергия здесь выделяется и может выделяться в очень больших масштабах. Но, сказали умники, господа, Росси вас дурит. Почему Росси вас дурит? А потому что он неправильно считает затраченную энергию. Ну, мне этот вопрос, как физику, не очень интересен. Это вопрос, важно, происходит ли там трансмутация никеля в медь, или не происходит. Вроде бы как происходит. У него сейчас идет долгий эксперимент, и в марте месяца будет опять скрыт этот цилиндр, и будет определенный затопный состав, и что там произошло. Тула завален безусловно никель. На сегодняшний день у него два генератора. Первый, который был три года назад, он давал пар с температурой порядка 105 градусов. И второй, который он развивает сейчас, это пар с температурой около 1000 градусов. Зачем это нужно? А для того, чтобы этот пар, 1000 градусов, мог вращать электрогенератор, вся система была бы запнута. А для первого, он работал так. Подаешь ток, потом выключаешь ток, ждешь, она дает тебе некая температуру. Снова температура, реактор остывает, снова включаешь ток, и снова ты получаешь некий выкоррой от энергии. Ты еще раз, это что, настолько перегретый пар, что ли? Да, да. Ну, чтобы вот, что убил к нему подключить. Приятный пар, да. А снимать энергию только через пару? Только тепловую? Я полагаю, что можно научиться и снимать непосредственно электроны. Одна из моих гипоид состояла, что там у вас должны быть энергичные АЖ-электроны. Просто потом пар на том, венитру будет. Да, да, да. Это всегда. Да, да, да. Ну, по циклу корону, там они первые, что 40% у них будет по 1000 градусов, он пар. То есть они 60% мощности потеряют. Вот. Значит, такова вещь, которая у нас была связана именно с Росси. То есть я хочу заметить, что я верил людям и ничего не пересчитывал, а сейчас вслед за Трифоном взял и все это было пересчитал. И всегда говорю, что реакция на всех изотопах никеля, она всегда идет с выделением большого количества энергии. Но встает другой вопрос, совершенно нам очень важный, для нас очень серьезный. в какой форме эта энергия выделяется? Ну, в первую очередь, что хотелось бы сказать, что это гамма-квант. Раз у нас это гамма, то, значит, жить рядом с ним стало бы невозможно. И мечта о том, чтобы поставить его дома в качестве обогревательного прибора, она оказывается несущественна. Все говорят, что гамма-квант, гамма-излучения там отсутствует. Но где-то месяца 4 назад, значит, на одном из ресурсов, посвященном ЕКАТУ, было опубликовано, значит, некое рассуждение с Челани, Франческой, я его звали, Франческой Челани, это тоже человек, который занимается холодным и одином синтезом. Он наконец-то рассказал, что 3 года назад он находился на презентации работы этого реактора. В кармане у него было два гамма-счетчика. Первый счетчик это был дешевый, второй был подороже. Считается, что в баллоне, где происходила презентация, порядка 60 отчетов в минуту. Вот эти счетчики делают. И когда Россий еще не находился, находился от реактора в расстоянии где-то в соседней комнате 8 метров, вдруг какой-то прекрасный момент, у него количество отчетов было больше тысячи. То есть там у него завыла сиренка, что-то еще, он думал, что куда-то... На счетчике? На счетчике. То есть у них в баллоне 60, норма в Италии 100, то есть в 10 раз была превышена. А поскольку он находился достаточно далеко, то есть большое подозрение, что непосредственно вблизи от самого реактора количество их может превышать и... А излучает во все стороны? Да, во все стороны. Ну, конечно, гамма-кванты. То есть это опасно? Да. Если он действительно прав, после этого он, значит, когда пришел уже на точную презентацию, он попытался достать эти счетчики уже прямо на реакторе, замерить у него гамма-излучение, которое проскатило. Но Россий ему это сам запретил. Запретил пользоваться, видимо, это прибором. Поэтому становится интересно. На самом ли деле генератор Россий, он безопасен и является экологически чистым источником энергии? Вполне возможно, что, как это наиспо-теории, подобного рода мега-электро-вольты могут уноситься гамма-квантами, гамма-квантами, гамма-излучением. Тогда, конечно, пользоваться этой техникой, это поставит крест на всех попытках использовать катализатор энергии РОСИ в промышленности и быту. Ну, может, в промышленности где-то можно, может, собрать какой-то большой реактор, будет стоять у вас за городом. Бессовестно-шамис... Свинцовые оболочки... Вот, вот, вот. Сразу же себестоимость его вырастет, разумеется. Но пока сразу же возникает тоже несколько ряд вопросов. Ну, первое, почему Франческо Челани опубликовал эти свои данные вот сейчас, спустя почти три года после наблюдений? Почему об этом не происходило раньше? Это вот очень тоже странно. Вот. Теперь... Возможно, идет это там корпорационная война. Ну, возможно, да. Не выгодно, не выгодно, на самом деле, людям, некоторым, да? Особенно на нефти очень сильно там... Нет, Челани тоже занимаются эти холодные мероприятия. Не, просто чтобы был такой действительно простой источник энергии, возможно, вот, вокруг этого всякого рода такие вот строятся мифы там. Да. Значит, лухи. Дальше. Какое дело у нас обстоит по поводу промышленного производства? Это дело немножко затихло. На сегодняшний день блогеры вычислили фирму, которая реально работает с Россией. Это венчурный фонд «Чероки» так называемый, да? Так его называют. Они создали специальную компанию, называемую по-русски «Индустриальное тепло». И они привлекли определенного рода займ. Ну, сейчас говорят об 11 миллионах долларов. И они эту работу купили право изучения с Россией и эту работу будут выполнять. В качестве еще дополнительного внешнего источника финансирования у них объявлено, что это будут китайцы. То есть китайцы это будут обсуждать. Вот это то, что примерно заканчивается как дело обстоит на сегодняшний день с Россией. Ясно, что подобного рода вещи они не обходятся с точки зрения фальсификации всех сторон. То, что Евгений Александров вот так лоханулся, сделали это он специально, либо его, как он, меня поставили, дезинформировали, но на самом деле это поразительно. Поразительно. То есть вот это очень простая вещь. Складываешь два числа, вычисляешь третий, потом пересчитываешь в электрон-вольты, потому что одна атомная единица это приблизительно на гигаэлектрон-вольт. Берешь и пересчитываешь. Очень простая вещь. И вот все реакции идут с таким диким вычислением этим источником тепла, то есть энергии и синтез этот возможен. Остается нашим самым главным это проблема кулоновского барьера. То есть для того, чтобы произошла реакция слияния протонной ядра никеля, он должен преодолеть кулоновский барьер, и как он преодолевает его, неясно. Но по всей видимости, я сейчас за это держусь, в качестве рабочей гипотезы является то, что кулоновский барьер преодолевается за счет гидрина. Что такое гидрина? Просто у нас есть сферически симметричные состояния. Они, например, когда у нас электроны находятся, он размазан слоем вокруг, вот такое облако шарообразной формы вокруг ядра, то есть вокруг протона. Считается, что существует, на следующий момент является диалетически установленным так называемый гидрина, когда решаем соответствующее уронение Шриденгера для случая цилиндрических координат, не сферических, а цилиндрических. Тогда вот такой будет такая трубочка. В этой трубочке вот здесь электрон подходит гораздо больше ядра. Что это означает? Это означает, когда у нас есть ядроникель, то до очень больших расстояний получается, что электрон экранирует протон ядра. и тогда у нас сила клоновского протяжения в первом порядке отсутствует. Ну, конечно, у них, безусловно, существует некий дипольный момент, поэтому ясно, что у них отталкивание все равно будет какое-то, но оно гораздо и гораздо меньше и гораздо слабее. Вот такая вот вещь. Ничего другого не надо. Вот он к нему подходит, после того, как происходит эта реакция слияния, у нас выделяется энергия. Почему она выделяется какой-то другой формы униформы гамма-квантов, это до сих пор непонятно. Ты же говоришь, гамма-кванты тоже выделяются. Ну, вот это Челани так утверждает. Это Франческо Челани говорит, что у него были два детектора и гамма-кванты там есть. Все остальные говорят, что гамма-квантов там нет. Так, а сам Роси сейчас жив, да? Да. Но его товарищ и человек, благодаря которому это вызвало такой большой интерес Серджио Фоккарди, он умер этим летом. Значит, некоторые, например, Ирина Узикова говорят, почему Роси так рано сырообразец людям показал. А потому, что у него товарищ Серджио Фоккарди, который был инициатором всех этих вещей, по сути, уже умирал. Ему надо было при его жизни показать, что работа всей жизни Серджио Фоккарди, она была успешной. Для этого Роси собрал эту пресс-конференцию достаточно ранее. Но это Ирина Узикова так выполняет. Насколько это правда, я не знаю. Но действительно, Серджио Фоккарди этим летом скончался. Кто он такой? А он был в свое время деканом факультета физики, математики и прочих наук, естественных наук, Боловского университета. А надо понимать, что такое Боловский университет, это самый древний университет мира. Главный университет Италии и самый главный древний университет мира. Считают, что Парижский древнее, но Парижский постоянно не функционировал. А Боловский университет как основали, так и функционировал. Ну, например, известный товарищ Маркони работал в Боловском университете. Известный товарищ Гальвани работал в Боловском университете. То есть много очень известных товарищей там имели отношение к Боловскому университету. Вот такая ваше вещь. И поэтому, когда там авторитетный человек Сергея Факардика сказал, что возможен промышленный реактор, и у него есть товарищ, талантливый инженер Андрея Росси, который эту сдачу решил, это, безусловно, вызвало большой интерес Андрея. Вот. Теперь, значит, мы прощаемся с Росси и постараемся поговорить, что и как у нас произошло в остальных областях. Ну, первое, что бы я хотел сказать, это подтвердившиеся данные Центральной научно-исследовательской лаборатории Тойота. Что они делали? Они делали примерно то же самое, что сделал Арата со своей паладьевой ячейкой. То есть в паладьевую ячейку, состоящую из паладья и кальция О, внедрялись ионы цезия. После этого, после реакции, которая там происходила, оказывалось аномально высокое содержание празиодима, которого до этого не было. Что является особенностью здесь? Особенностью... А, да, в этой паладе цезий взаимодействовал с диетерием, уже не с протием, а с диетерием. Значит, что здесь у нас является особенностью? Ну, с одной стороны, у нас цезий с атомным номером 55 переходил в элемент с атомным номером 59. А у водорода, грубо говоря, существует всего лишь одно зарядовое число. Соответственно, чтобы такая реакция произошла, у нас с цезием должно было прям взаимодействовать четыре атома диетерия, ядрады диетерия. Согласитесь, что это странно. Тем не менее, это научный факт. То есть, лаборатория Тойота, это его подтвердило, вот эти самые вещи. То есть, холодный ядерный синтез в ячейках, похожих на ячейку Агата, он на самом деле возможен. Что еще по поводу истеблишмента, можно сказать? У нас самый главный технологический университет, это Московский, Московский, Массачусетский технологический институт, который находится при городе Пустын, недалеко от Гарлида. Вот. Чем-то лет назад Фрейшман и Понс сказали, что у них возможен холодный ядерный синтез на электродах. Именно профессора Массачусетского технологического университета проведили экспертизу, и они сказали, что эта реакция невозможна. В Википедии в нашей написано, что потом они были пойманы за то, что не Фрейшманы и Понс занимались подтасовкой научных данных, а именно эксперты из Массачусетского технологического университета скрывали в своем отчете аномальный поток, скажем, нейтронного. Если кто-то мне об этом расскажет, что-то более подробное, тоже будет чрезвычайным образом признаками. Очень важно, что сейчас там читается и курс, и существует, и постоянно действующая установка холодного ядерного синтеза. Так, и переходя к самому важному, что оно и есть, уважаемый человек под именем Руджево Сантили на базе университета во Флориде запустили сам набор реакторов, реакция которых принципиально отличается от реакции, которая связана с именем Росси. Что они делали? Значит, как и выглядит эта установка. Установка их выглядит следующим образом. То есть ты рассказываешь новости холодного ядерного синтеза? Да, новости холодного ядерного синтеза. Ничего другого я не говорю. Нет, просто я думал, что это будет что-то отдельное, по-моему, остальное. Нет, 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 нет новости. У нас ювелирное заседание. Установка она состоит следующим образом. Есть некий большой цилиндр. В нем внутри находятся два углеродных электрода. Вот здесь вот так. Между ними узкое щель. Вся эта поверхность, она гиетерием заполнена. Вот здесь, вот здесь внутри. Подается напряжение. Здесь возникает электрический пробой дуга. Некоторые. После этого там начинает происходить энергия. Гиетерий плюс азот, ой, плюс вот это самый из электрода, то есть углерод, обычный углерод, переходят в азот. В смысле реакции происходит? Да, физически. Переходят просто напросто в азот. Между пластинками? Да, между электродами. Вот здесь у нас возникает дуга. Вот, понятно? Прямо проходит. Вот такова у них ситуация. Значит, она эта реакция идет примерно с выделением энергии 10 мегаэлектрон вольт. Это очень много. Знаете почему? Потому что углерод-то легкий, 12. То есть эта штука сопоставима со спадом 235 урана. Если кто-то увидит эту картинку, значит, то флоридскую, то все выглядит чрезвычайно замечательно. Эти контейнеры, приборы, стоящие среди пальм на свежем воздухе, Майами, там такое, фотографии дружного коллектива, которые все это делают, осуществляют. Вот такова ситуация. Там утверждают, что никакого побочного вредного излучения нет. Значит, как выглядит их график выделения тепла? Выглядит он очень похоже на этот. Точно так же, вот как-то вот так, и потом вот так. То есть здесь пока действует дуга и внешнее напряжение, а после этого там происходит некоторая другая реакция. Вот такова. И это была бы еще всего шуткой, но не настоящий момент. Они бьются над другой реакцией, по-моему, они еще и не успели. Это кислород плюс углерод равно кремни. Это вообще странно, потому что все рассуждения гидрина здесь абсолютно не подходят. То есть налицо как бы алхимия, как бы назвали бы в древности. Да, они берут и берут точно так же, благодаря мощному электрическому пробою где-то. Вот у нас в атмосфере уже кислорода, да? У нас происходит почему-то не окисление, не сгорание углерода, а происходит реакция с выделением кремния. Особенности ее я просчитал. Порядка 280 мегаэлектровольт. А поскольку у нас здесь масса взаимодействующих веществ где-то в 7-8 раз меньше, чем урань-235, то выход на единицу тепла получается порядка в 10-15 раз больше. Игорь, не подскажете, что надо, чтобы золото получить? Какие элементы нужно смешать? Надо посчитать, посчитать. Просто одно дело, когда какие-то отдельные элементы при определенных условиях переходят другие, а другое дело, когда чуть ли там не любые элементы у тебя получаются. Да, но факты эмпиристские, что практически... Почему это очень интересно? Ну тут же начинаешь вспоминать про лженаучную электрониву Вачаева. Это наш отечественный, по-моему его сейчас уже нет в живых, человек, который... Вачаев, они создали специальную установку. Установка состояла в том, что они между двух электродов создавали тоже некий такой плазмой такой формы. То есть такой устойчивая форма пробоя или что-либо еще. Он работает абсолютно бесшумно, в отличие от обычного пробоя между двумя контактами, когда здесь бегает что-то наподобие молнии, шоу, скрежет, что-либо еще. А, если плазмой, то это форма как бы дуги, да? Да. Ты объясняй просто. Плазма, плазма. Ну вот она, да. Между двумя и двумя. Не в форме дуги, а в форме вот такого... Ну я понимаю, это форма... В источных часов, да. Оказывается, кусок плазмы плазмой. Вот. И они утверждают, что там, когда он проходит, просто эта реакция происходила в воде. Из обычной воды... Я понимаю, что это кажется чушью совершенно. Но из обычной воды получалось большое количество металлов. А, говоришь, серебро? Ну, в том числе, да. Можно океаны переплавить? Да. Вот такова она ситуация. Все это было принято считать за лженауку. Но вот наш известный специалист по этим вещам... Юрий Гатис, работал, как там, когда обсуждаешь, обращались. Общались, обсуждают, что у него дома существует целая коллекция металлов. В этом энергониве в Вачаеве получены. Это было вообще пустяком, потому что кто такой Вачаев и о чем о нем можно говорить. Но вот эти люди из Майами, во главе опять с итальянцем Сантильи, да. Сантильи является очень авторитетным физиком сам по себе. Чем он поставился, по большому счету? О тем, что он построил целую систему алгебрических теорий, которые осуществляют накрытие алгебрической структуры квантовой механики. Я его книгу «Андронную химию» читаю, начал читать, прочитал только видение. О чем идет речь? Мы помним, что наша квантовая механика построена на унитарных матрицах. Унитарные матрицы это такие, что матрица на Эрмитово сопряженную равняется единице. Как он предлагает строить расширение? Он предлагает, что эти матрицы не будут унитарными, они будут равны приблизительно, ну чему-то другой какой-то личности. Я рассказываю об общей его идеологии. И тогда у него возникает некая алгебрическая структура, которая поглощает собой структуру квантовой механики с одной стороны, но с другой стороны эта структура не является тоже достаточно интересной. Что в ней является интересным? В первую очередь, я из его видения понял, он активно борется с тем представлением, что у нас есть квантовая механика, описанная уравнением Шредингера. И есть некоторые представления, которые находятся вовне. Ну вот, например, представление об обменном взаимодействии, это как бы внешняя некая структура к уравнению Шредингера. Но в самом деле, мы говорим, что частицы принципиально неразличимы. Что это значит? Что волновая функция либо симметрична, либо антисимметрична. Если она симметрична, то это бозоны. Если она антисимметрична, то это фермионы. Это означает, что они не могут находиться в одном состоянии. И у нас, в передачу к физическим всяким взаимодействиям, у нас возникают другие взаимодействия, которые частицы фермионы между собой расталкивают. Вот. Утверждается, что представление о таком нефизическом взаимодействии, как обменное взаимодействие, в его квантовой андронной механике, оно исчезает. Вместо этого, там появляется некая дополнительная сила. И эта дополнительная сила, что она действует? Она оказывается, что между двумя частицами, спины которых противоположны, они не оказываются между собой как таким образом нейтральны, а они между собой притягиваются. Оказывается, мощная сила притяжения. Эта мощная сила притяжения и позволяет преодолеть клоновский барьер в реакциях подобного типа. Кислород и сублевод. То есть они между собой расталкиваются. Но поскольку у нас возникает некая дополнительная сила притяжения, то они между собой притягиваются. Какой природа этой силы? Ну вот какое-то теоретическое число. То есть он на основе этой теории пытался установку построить, да? Да. Он давно этим занимается, уже не молодой человек. Начал этим в 60-е годы. Написал много книжек. Я где-то во вторник-среду, ну знаете, там иногда бывает такое, что... То есть дело не то на получение золота, да? Да, да, да. Все дело оказалось в очень сильном электромагнитном поле. И поэтому тот же Вачаев это вроде бы не безумный фрик, как у нас было принято думать. А действительно человек, которому удалось совершенно образом и нечаянно, далеко за этих всех работ, организовав соответствующее электромагнитное поле, то есть плазмоид между двумя контактами, получает многие разные интересные эффекты. И Адаменко, работа про которого я говорил про ТОН-21 и всякое прочее, это все как бы на основании вот этой теории находит свое обсуждение. Оно не имеет никакого дела отношения к синтирии. Ой, гидрина. Это значительно более последовательная, алгебрически безупречная физическая теория. Он построил целых три типа, я так понял, и все они являются некоторыми погружениями теории квантовой механики. Обобщениями. Обобщениями, да. То есть как бы структура квантовой механики в них погружена. Я напомню, чем я занимался и как я защитил диссертацию в свое время. По поводу того, что изучалась некая подсмотренная у Фадеева Людвига Дмитриевича, наша известная математика, некая алгебрическая структура соответствующая квантовой механики. И утверждалось, что матернизировать ее нельзя. Почему? Ну, потому что есть плоская как бы структура, классическая механика. Теперь мы ее берем и деформируем. Параметр деформации, то есть берем два этих... Раньше были, ну, грубо говоря, два величины, которые между собой коммутировали. Теперь они не коммутируют. Не равно нулю, да. И оказывалось, что параметр этого не коммутации, есть некая постоянная планка. Потом доказывалось, что подобного рода деформации с разными личными постоянными планками друг другу заморфаны. Понятно, да? Что с теоретической точки зрения. То есть деформация квантовой механики, это опять квантовая механика. В то время как деформация классической, плоской, это опять квантовая механика. Ну, ситуация на... То есть некому дальше деформировать. Да, мне казалось, да. Ну, след за Фадеевым. То есть, вы представьте себе, вот, например, у нас есть прямая. Если мы ее согнем, то мы получим окружность. А потом сколько окружность не сгибать, снова получше окружность. И вот на этом основании я пытался говорить и рассматривать, что физика, как наука, может быть завершена. Вот здесь как раз этим итальянским товарищам, работающим в Америке, предложена как раз алгебрическая структура, которая осуществляет деформацию в каком-то запутном направлении. Строит целая последовательность физических теорий, поглощающих, обобщающих квантовую механика. То есть надо у тебя забрать, короче, звание кандидата... Философских наук, да. Потому что твоя диссертация оказалась ложной. Да. Да, надо. Почему на том этапе она... Ну что значит на том этапе? Ты первых подтвердил, что он как бы ошибался? Вот это... Поэтому как бы так очень интересно. Потом очень... Второй интересный факт, который я говорил... У нас это даже на видео есть, если в аудио формате. В свое время, мне помню, тоже очень не нравилась ситуация, что для квантовой механики существует некоторое нефизическое взаимодействие типа обменного. И хотелось бы утверждать, что раз оно вот такое существует только... Как бы странно, что оно существует только для эквивалентных частиц. А если одна частица чуть больше не отличается от другой, то никакого обменного взаимодействия быть не может. Казалось бы, это странно. С точки зрения физики должна же быть какая-то непрерывность. Поэтому у тебя должен быть какой-то аналог между частицами различных размеров и различными квантовыми числами. И вот в этой квадронной механике такая проблема тоже решена. Вроде бы классическое обменное взаимодействие у них становится физическим взаимодействием. И оно приводит к подобного рода эффектам. Таких эффектов на каждую сторону нет. Физическое взаимодействие какое-то переночить должен быть? Вот этого я не могу сказать. Я ее зачитаю и расскажу. Большая толстая книжка. Слава Богу, на русском и для моего близкого. Такова вот эта ситуация. То есть при всем при этом вот эта флоридская лаборатория выглядит наиболее из них перспективной. Во-первых, она снимает с наших российских исследователей, типа Ватчаева, обвинения в безумии. Потом обвинения с кого? С позиции вот того же Евгения Александрова. Нам выше показывают, что человек просто принципиально не безграмотный. Вроде бы академик, оптик. Но эту ситуацию он не знает и не понимает. А чего тут несколько часов сложить и посчитать, какой там у него будет дефект массы? Ну пустяки же. Ну вот такие люди у нас. Но, скорее всего, они аганжированы очень сильно. У нас уже брошены все силы на горячий ядерный синтез. Были на протяжении семидесяти лет. То есть обещали управляемый термояд. Нам семьдесят лет люди это обещали. То есть работали еще в 1946 году. Сейчас нам обещают, что первый будет осуществлен в проекте Этера в двадцать седьмом году. А разве установок экспериментальных нет? Есть, но и синтеза нет. Стровки есть в Токомаке, да. Их строят одно за поколение. Они чудовищные, дорогие, последние там под миллиарды долларов стоят. А почему? Как смысл строить, если они не работают? Вот не работают, да. Я видел публицистическую работу Игоря Острецова, считающего сейчас полубезумным специалист по строительству реакторов. А как же наш любимый замкнутый цикл этого? Да, 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 да. Нет, этот замкнутый цикл там может быть, но он создан на ядерном топливе. То есть на уране. Не имеющие отношения никакой к термоядерной энергии. А, не имеющей? Ну, конечно. Термоядерная энергия – это слияние, грубо говоря, Детерри и Трития. Между ними действительно получается много энергии. Но вот Острецов утверждает, что в 1946 году был сделан некий доклад с ведущим с компанией. Там был Харитон, по-моему, еще кто-то был. Они утверждали, что согласно их расчетам, сам доклад этот не читал, управляемый ядерный синтез невозможен. Почему? Потому что у вас Детерри и Трития действительно на первоначальном этапе будут сливаться. Но продукты их образования, то есть альфа-частицы, будут выносить энергию из рабочей зоны реактора с такой скоростью, что они его будут охлаждать. И дальнейшая реакция будет невозможна. То есть атомная бомба возможна, термоядерная? Термоядерная. Возможно, потому что все – бац – и взорвалось, и улетело. А это значит невозможно, потому что излучение и продукты распада охлаждают систему ниже некой критической области. По-моему, это аж 1946 год. Было бы интересно этот доклад в самом деле прочитать, если он существовал когда-то. Но тем не менее… Есть и этот холодный ядерный синтез реальный, есть и установки работы того, что горячий ядерный синтез просто не нужен? Да, конечно. Это означает, что все эти люди во главе с академиком Фронтовым, Вериховым, другим Александром, они идут лесом. Их статус… А сколько денег-то на самом деле? Триллионы долларов пошло на то. Буквально триллионы. На горячий ядерный синтез потратили триллионы долларов. А решение было совершенно другое и более простое? Да, да. Оно было простое и более решено. Вот если я трясу на реакция, у него энергетический выход гораздо больше, чем у него. 2,35 урона на массу. Это вообще чудовищная вещь. То есть у нас может быть в ближайшем будущем будет революция энергетическая? Да, я полагаю, что будет, да. И фактически нефть перестанет что-то стоить, да? Нет, нефть всегда будет стоить, потому что энергетическая революция предыдущая прошла, когда уголь заменили на нефть. Тем не менее уголь чего-то стоит. И не будет чего-то стоить. Нет, у нас сейчас нефтяная фактическая экономика. Вот это, если вот это действительно окажется так, то я вообще не знаю. Да и никель один из самых распространенных элементов заменили. Просто там реакция управляемая и проста. А никель, кстати, вот количество никеля, которое добывается в процентном отношении. В смысле, тот самый никель, который переходит в этот медь, его легко добывать? Много его в земле? Да. Десятые проценты земной коры. Десятые доли. В отвалах он там десятков процентов возникает. Выделить-то его очень же сложно, наверное. Ну он дешевый достаточно. Он стоит 18 тысяч на сегодняшний день, металлический никель. Стоит 18 тысяч за тонну. То есть 18 долларов за килограмм. А уран может стоить и оружейный, он может стоить миллионы за килограмм. Десятые тридцать или еще сколько-то, наверное. Более миллионов долларов. Ну, да, нет, ну не двести тридцать, миллион, я думаю. Или тридцать. То есть эффективность высокая, короче. Да, если это все было бы возможно. Но мы посмотрим на Девкалион и на Россию, потому что они к этой проблеме произошли ближе всего. То есть в них речь идет о промышленной установке. Лишь бы там гамма-излучение цветов. То есть разные пути как бы решения одной задачи. Да, да, да. В связи с этим очень хочется вспомнить про товарища Филимоненко. Сейчас о нем говорят как о русском Тесле. Значит, Филимоненко Иван Сергеевич. Я вот удивился, узнал, что он только в августе этого года скончался. Значит, он родился в 1924 году, ушел в армию. И после этого он на одном из оборонных заводов работал ведущим конструктором. Да, по-моему до 1968 года. После этого был уволен. Его поддерживал Королев, поддерживал крупнейший наш физик, теоретик, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков и прочие другие. Да, величайший физик. Заслуженные ученые. Ну и в 1968 году его выгнали из всех вещей. Потом он кремился у семьи, ему было 45 лет. По той простой причине, что работал на собственных огороде в основном. Вот. Ему принадлежит первая работа, когда на паладиевых электродах оказывалась, возможно, реакция ядерного синтеза. То есть образовался гелий из диетерии или кого-либо. А ему не верили, да? Да, ему не верили. Эта основка была собрана, потом была разобрана, так и не была она запущена. Эта работа где-то выполнена в 1958 году. То есть вы считали сумасшедшим? Ну не сумасшедшим, мы считали же ученым, потом выгнали из всех вещей. Он МВТ у меня Бауна заканчивал, то есть у него специального физического образования. Что-либо еще. Но теперь, как мы понимаем, после того, как Флешман и Понс реабилитированы, по сути. То есть все-таки наука действует в своих поступках как религия, да? Да, да, да. То есть есть группировка, которая борется против всего остального. Портические висели, условно. Да, да, да. Которые борются даже вплоть до прямых фальсификаций, как это делало МТИ, когда они делали Флешмана и Понс, и ставили эксперименты. И когда глава комиссии лженауки Евгений Александров распространял чушь по поводу энергозатратной реакции, связанной с синтезом никеля и водорода. Вот такова вот эта ситуация. И попадаются некоторые. Я, например, начинал совершенно потратить пару месяцев, ну не скажу, что только этим и занимался. Суд радованный человек, ну оплатил нам продумывали всякого-всякого тоже соответствующего безумия. Видите, это очень важно. Это оказывается, что современным физикам нельзя доверять друг другу. Это очень важно, когда у тебя нет доверия к другим людям. Потому что они задействованы... А это в частности указывает на кризис науки? На кризис физик. Кризис. А теперь представьте себе, что каким-то образом, чудом там, Георгий Константинович Жуков не вошел бы в конфликт с Хрущевым или что-либо еще. Он бы филимонико оказывал поддержку, ему удалось бы представление физика в того времени вот эти переломить. Где-то появился какой-то никому неизвестный гений и построил бы под это дело теорию. И представляете, у нас если бы вся эта штука уже работала начиная с 60-х годов. Да, и наша страна бы выжила. Да. Ну, я к своему оправданию могу сказать, что первые такие данные, они были у австрийцев в году так 27-м. То есть еще чуть ли не до открытия эритерия. Но потом они отозвали свои результаты и сказали по этому поводу, что типа того, что аномальное появление гелия, это скорее всего они что-то там не доглядели, это из атмосферы к ней просачилось. То есть отказались от своих... То есть как бы эта ситуация вот победы, она была бы еще более могла быть и раньше произойти. Не, она так же всегда в науке. Люди сначала даже себе не доверяют, когда получают аномальные результаты. Да, да, да. Да, и вот это как бы очень важно. То есть 20 лет назад МИД чморнил Флейшмана-японца. А Флейшман, по сути, тоже же авторитет, тот же крупнейший британский электрохимик. Но крупней не было на тот момент. Но вот его чморили, подделывали опять данные. Наши это понять можно. Они всеми силами защищали свою термоядерную кормушку. Потому что все академики у нас собраны в основном. Самые мощные отделения, они собраны в основном с двумя областями. С оптикой, где Евгений Александров работает. И где Карелик Фортов и все прочее. Связаны с горячим термоядом. 60 лет одно и то же. Никаких результатов? Никаких результатов. Да, 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 мы завтра. Я себя помню в лет десяти, то есть в семидесятом году соответствующем. Обещали тогда, что термояд будет получен через два года. За это время вечность уже прошла, страны уже нет этой. Все, термояд будет получен через два года. Сейчас уже говорят, что на основке ЭТЕРа двадцать седьмой год. Подождите, что Вы говорите? 70 лет управляемой термоядерной реакцией, да, как обещали? Да. С 1946 года, да. С 1946 года начали этим заниматься. Так а почему в 1946, если у нас водородную бомбу в 1953 испытали? В 1953, да? Ой, нет, в 1949. В 1949 атом, а водородную-то позже. Ну вот, с той поры уже понимали, что как уже Американцы как взорвали атомную бомбу, все понимали, что и термоядерная они загорали. Этим вопросами начали заниматься. То есть, что тогда начали заниматься одновременно и управляли мы? Да, всем сразу, как и с атомной. С атомной же тоже. Делали атомную, одновременно делали электростанцию. Наши первые сделали атомную электростанцию. И с тех пор получается, что мы живем вот с этими обещаниями? Да, да. Да дело не важно, в этом видишь, что Игорь говорит, что это только политика. Никакой науки уже нет. Нет, но наука может и есть. Воспитано несколько поколений людей, ученых, которые от этого кормятся. Вот я слышал, что некие лженауки говорили, что, например, я не помню кому-то, давали за успехи в управлении ядерным синтезом Семисперту и государственную премию. Они говорят, что группа наших советских физиков настолько была уверена, что они сейчас получат горячий термояд, что подделала данные. На тот момент. Действительно, после 1971 года был, конечно, определенный прогресс. Это похоже на то, как икона мироточить начинает. Люди настолько уверены, что они на самом деле мироточат, что если надо, можно немного маслиться, так сказать, признать. То, что, ну, на самом деле, как бы для... Ну, должен быть. Я вот, я не знаю, верится Стрецову, не верит. Про доклад 1946 года из ведомящей компании. Ну, на мой взгляд, должен быть какой-то физический принцип, который не позволяет осуществлять управляемые термоядерные реакции в нынешней форме. Ну, должен быть. Потому что 70 лет долбежа с этого... лбома в стенку. 70 лет долбают, это и долбают. И ничего. Потому что есть какой-то физический принцип. А теоретические обоснования все те же самые, да? Так сказать, как это... неуправляемые, управляемые теории есть, да? Да, у них как раз есть теория. Вот у этого нет. Признанные. А у них очень простая, у тебя... И чтобы они слились, вам надо гетеррии и третий сблить между собой на некоторое расстояние. Преодолёт Кулоновский барьер. Как вы её можете преодолеть? Высокая энергия, высокая температура. То есть, на основе простых представлений, как делается масштабное... Как происходит в атомной бомбе? У тебя атомная бомба разрывается, вызывает высокая температура, высокие давления. Там в оболочке, опять-таки, находится, ну, грубо говоря, ДТ. Там еще есть ДТ или Трития, они соединяются. Там не ДТ или Трития, там, этот... ДТ или Трития там находится. Вот, это, значит... И он, за счет высокой энергии, происходит некое дополнительное усиление мощности. То есть, атомная бомба, она оказывается в качестве запала. У тебя, бац, и всё взорвалось. Действительно, всё оказывается значительно более мощное, на порядок. Чем могло быть, если бы ты взорвал просто Плутоний или просто 235-й Уран. Вот, оно у тебя, бац, и всё это, как бы, и счастье у всех большое. А холодный что там было? Какая там... А холодный, это температуры маленькие. Ну, не холодный, управляемый термоядерный синтез. А управляемый точно так же. Ты его обжимаешь чем-то, либо лазером, либо просто магнитными полями. Ты его берешь, превращаешь в плазму некоторую, нагреваешь ее, тоже лазером, или просто тоже внешним током высокой частоты. И держуешь под высоким давлением. После этого начинается управляемая реакция. Ну, она какая? Если она там доля секунды продлится, то физики будут считать большим успехом. То есть, все понимают, что реакция такая, например, в установке Этера, продолжающей всего лишь одну секунду, она разбужит всю установку. Они соберут за несколько миллиардов долларов новую установку, чуть-чуть лучше. То есть, 27-й год – это не граница нынешняя. Это граница, что мы хоть какой-то результат получим. Так вот эти токомаки… Да, токомаки, да. Так они же… Я помню, вот их уже… Ну, по крайней мере, эти слова на 30 или 40. Да. Так они что, все взрываются или как? Нет, они не взрываются. У них нету реакции управляемого термоядерного синтеза горячего. Нету. То есть, магнитные поля есть, температура высокая есть, барьера – вот это произведение давления на температуру. А, да, там реакции на сегодняшний день. Температура достигнута в десятки раз выше, чем на Солнце. На сегодняшний день. А на Солнце тоже идет? Считается. Считается. Так идет или нет? Ну, мы знаем, что у нас ватт, средний килограмм массы Солнца излучает меньше энергии, чем килограмм прелых листьев, знаете, да, факт? Оно же очень большое, тяжелое. Поэтому оно излучает очень мало. Поэтому спрашивают, что там за реакции такие идут, которые сравнимы по мощности, по энергетической отдаче, сравнимы с прелыми листьями или с компостом. Это просто за счет того, что это большую массу имеет, отсюда такой свет, да? Непонятно, за счет чего. Ну, там есть, по поводу термейной реакции, там есть большие успехи, на самом деле. У них есть, так называемая, стандартная модель Солнца. Нельзя сказать, что они даром едят свой хлеб. Ну, было бы вообще смешно, если бы они столько денег потратили и вообще бы ничего не получили. Тогда было бы действительно лжио наука. Ну, извините, модели математические или... Нет, здесь физическая модель называется стандартная модель Солнца. Так физическая, это что, там действительно какие-то реакции? Да, да. Или происходят термоядерные реакции какие-то там. Ну, по этой модели же Солнце же однажды потухнет. Ну, они там идут, 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 идут. Сколько там оно большое, тяжелое, там высокие давления, высокие температуры. И весь, по-моему, выработает водород. Ну, это не скоро, да. И где-то эти реакции идут. Чем они сопровождаются? Они сопровождаются, в частности, выбросом нейтринов. И долгое время была проблема, связанная с тем, что нейтрины от Солнца к нам летят, но совсем где-то не те. Не те, которые стандартная модель предсказывает. И, по-моему, в 2011 году были поставлены наконец-то убедительные эксперименты, которые говорят о том, что одни нейтрино могут переходить в другие нейтрино. И таким образом удалось вот эту проблему, которую для стандартной модели Солнца имелось неразрешение, решить. То есть, выйдет из Солнца нормальные нейтрино, скажем, электронные, а долетели мионные и литроумные. Вот так. То есть, если это не так, но очень хочется, то, значит, можно придумать? Я не знаю. Вполне возможно, что идут такие реакции. Термоядерные, безусловно. Как-нибудь покопаюсь в этом, я разберусь. Но энергетическая дача Солнца не может быть. Но самое удивительное, что во всем, что ты рассказываешь, представления физические достаточно простые. Да. Там не требуется каких-то знаний особо. Из каких-то даже буквально таблицу неделевую берешь, и что-то уже понятно. Да, да, да. Ты берешь, это очень простые вещи. Ты берешь какие-то два элемента, начинаешь считать на них. Вот у Высоцкого, не который не Владимир Семенов, а который Владимир Владимирович. Это заведующий кафедрой теоретической и математической физики университета Тараса Шиченко. На Вкулеке радио физики. Значит, он написал книжку несколько лет назад, она называлась «Холодный ядерный синтез в биологических системах». Брали всякие культуры, в том числе, например, пивные дрожжи. Культура пивных дрожжей. Они в среду в некую помещались, после этого культура выращивалась на этой среде, высушивалась, и там смотрели, что получается. И он достаточно убедительно показывает, что там происходили трансмутации химических элементов. То есть, биологический организм может по своей потребности и, например… Не очень по потребности. Он сам так говорит, что не по потребности. А просто случается. Я говорю, что не по потребности, да. Он говорит, что случается. И там действительно очень большой спектр. Толстая книжка с большим количеством красивых экспериментов. И они мисбауровские изотопы делали. Не берешь культуру, у тебя мисбауровского изотопа 57-го нету. А после этого бац, они его насинтезировали. И вот там куча этого мисбауровского изотопа. Я как-нибудь об этом расскажу, книжка хорошая. Ну, хочу сказать, что это было… То, что ты говоришь. Берешь таблицу Менделеева, и какие-то несчастные пивные дрожи, а также еще десяток других примитивных культур, ухитряются из них делать все, что угодно. Ну, небольшое количество, конечно. Не на промышленной основе, но кто мешает нам научить их делать это на промышленной основе. А золота кто-нибудь делает? Нет, золота там не было. У золота, по-моему, нет мисбауровского изотопа, скажи мне. Там, правда, методом масс-спектроскопии тоже что-то исследовалось. Но методом мисбауровского спектроскопии самые красивые эксперименты возникают. Мне просто удивительна именно та физика, которая в своем понимании проста, в которой не так много математики, да, которая не добраться до сути, физического смысла. Да, да, да. Здесь вот простая эта штука гетерий. Высокое напряжение, оказывается, чрезвычайно, с точки зрения сантили. Высокое напряжение, все очень просто. Они высоким напряжением ионизируются и друг другу подгоняются на близкое расстояние. Но не на такое близкое расстояние, на котором нужно, с точки зрения нашей теории. А на такие, на которые действуют его силы, вот этого сантили, связанные с протяжением двух частиц противоположной спины. И они потом их сливают в одно ядро. Все. И вроде бы там графики, таблицы, как полагается, все, что это нужно, все это сделано, все это выложено. Я не знаю, чего будет. Если действительно все это дело подтвердится, оно скорее всего подтвердится. Эти ребята-то с горячего ядерного синтеза, они как... Чего они планируют-то, как быть-то? Повеситься? Застрелиться? Или хоть... Значит, надо орден езуистский создать. Сы-сы-сы... Объявить все это лженаукой, и как... Глаза это... И как... И как... Ведь я хочу заметить, что горячий термоядерный синтез это та штука, которая убила физику в СССР. Это надо твердо понимать. Как сказать, убила физику в СССР? Полностью убила. Почему убила? В смысле денег? В смысле ресурсов, в смысле научных авторитетов. Все шло туда. В смысле людских ресурсов? В смысле всех всевозможных. Все шло туда, все шло на горячий. Потому что обещали это... Но если это как военка убила нашу экономику? Ну, примерно так. И вот она точно так же. А результатов нет и нет. Нет и нет. Люди говорят какой-нибудь... Вот тут Филимоненко, чего-то у него там... Добыть такого не может. Как же нам этого... Рубля не дадут. На Филимоненко уйдет. А, тут в тросе промышленный реактор. Заметь, на самом деле в развитых странах там всякие безумные идеи пытаются реализовать. Потому что там существуют экономические интересы. Ты знаешь, у них тоже ситуация очень хитрая. Я когда читал статьи Сантилия, а не книжку его. Одно из самых этих вещей, когда он пытается вызывать их к авторитету, он говорит, вот тут у русских там ты-ты-ты-ты. А вот там там у русских то-то-то. У него один из авторов, это не помню его фамилия, он советский ученый, грузин. Но уехал на Запад тоже. То есть у них на Западе своя религия? Да. То есть они как бы... Получается, что они всех... Российскую, советскую физику как-то уважают. Это плотный авторитет. Мы ее так не уважаем. Я вот к Росе отношусь с уважением и исследую ее работу. А когда я услышал про Вачаева, про какой-то там плазмоид, еще такая словка называется «Энергонива», что они из воды там материалы забивают, я сказал ха-ха. Не верю типа того что. Ну тоже странно, нет права в своем отечестве. Как можно вот такую черту? Так и что и какой вывод? Как бы итог какой-то подход? В общем итог такой, что на мой взгляд, возможность холодной ядерной физики и трансмутации, она с физической точки известна. Осталось только разработать более-менее подходящую физическую теорию. Это интересная задача. И более того, на сегодняшний день эта проблема перешла в проблему чисто инженерного решения. То есть изготовление промышленного какого-то реактора. То есть экспериментально все уже как бы доказано? Да, я полагаю, что да. То есть фактически теперь надо просто на основе этих экспериментов построить теорию, которая соответствует им, чтобы она объясняла все. Да. Никаких единых принципов. Да. И эта задача уже фундаментальной науки, собственно. Нет, это у нас прикладной науки уже. Нет, прикладной науки. Это занимается экспериментами, установками, а фундаментально занимается объяснением. Почему это возможно? Да. Это фундаментальная наука. Это раз. Если бы наши ученые это сделали, несмотря на наш развал науки, это был бы просто реальный результат. Ну, сложно, сложно, сложно. Ну, посмотрим. Я могу сказать, что у нас же очень высокий интерес ко всему этому. У нас в стране на русском существует даже целая ветка, в которой есть человек пишет обо всех этих проблемах. То есть представляете, какой большой интерес вызывает подобного года эта вещь. Так, а в Америке-то я ничего не слышал, там все странными с ними занимаются? Да нет, они там все эти занимаются. У них нормально все. Привлекаются под это дело ресурсы, привлекаются деньги, выделяются они. Все хорошо. Просто удивительно, что у Филимоника эта работа 58-го года. Очень удивительно. Что неужели мы так близко прошли мимо рая? Мимо счастья? Да. Джек был бы биорядок. Я думаю, Филимоника, если бы был жив в империи, так сказать, он тут бы оказался бы где-нибудь. Он не давал никого трогать, конечно. Такие вот вещи. Очень странно все это. Ну вот это очень, в этой позиции философа очень интересно. Посмотрите, как средневековые методы до сих пор работают и функционируют в науке. Как они преодолеваются. Человечество не может создать никакие другие социальные структуры, кроме как религии. В той или иной форме. Я не имею ввиду учения о Боге и прочее. А именно как социальную структуру. Здесь единая правильная догматика. Все должны соответствовать. Кто не соответствует, тот еретик. Если он еретик, то он изгоняется из научного сообщества и прочее. Возникает иммунитет, где дают денег, репрессии, какой-то сумасшедший родной и так далее. Ну вот, а он уже был маковку с картошкой и сожрал на 8 сотку. И так с этим украли на 45 лет. Достаточно молодого человека еще. Вы были из института? Да. Он был ведущим конструктором. То есть наши представления такие наимные о том, что есть какая-то честная наука, где люди слушают доводы, где эксперимент что-то значит, и ты как бы можешь предъявить и сказать, смотрите, здесь аномалии, несоответствуют представлениям современным. Это все не работает. Работает как раз все наоборот. Что есть какая-то признанная наука, а твои эксперименты... Как вот Гигель однажды сказал, да? На самом деле это на довод как одного из ученых, что извините, товарищ, а у вас... Что в природе это не так. Гигель сказал, что тем хуже для природы. То есть должна быть вот некая идеальная некая конструкция. Вот она именно истинная, единственная истинная. Все остальное... Просто задача... Есть сложная задача по социальной инженерии. Как вот таких фриков, типа Филимоненко или Росси... Росси Судимина, по-моему. Нет, потому что есть другая крайность, да? Каких-нибудь сумасшедших подтянуть и будет интересный зоопарк такой. Да, да, да. Как их вот и сохранять в каком-то виде, там, может быть, за 3 копейки, но их как бы стоило бы сохранять и смотреть, что получится. Это ты на себя намекаешься, что ли? Ну, да. Сохраните меня. Ну, сейф, да, сделать, да. Сейф. Как вот с этим всем пытаться свободиться. Ты знаешь, как нищие на папе, дайте копеечку. Я вам хочу сказать, что, по крайней мере, для Буркина Фасо такой проблемы не существует. То есть у них не существуют, я думаю, ветки по холодным галерамусе. У нас вот есть одна ветка целая, там десяток человек существует. Ты удивишься, какой народ это смотрит. Это, может быть, и в физике не особо там разбирается. Но им все равно интересно быть на передовых рубежах современной науки. По крайней мере, в смысле гипотез. Каких-то новых гипотез, предположений. Ну, я прочитаю эту книжку про андромную химию и физику. Вот я расскажу вам. Было очень интересно. Потому что, как бы, казалось, что я об этом не знал, конечно, ничего. То есть то, что я раньше говорил, что обменному взаимодействию должно соответствовать какое-то физическое взаимодействие этой расы. Во-вторых, что, скорее всего, существуют какие-то накрытия алгебраической структуры, квартиры и механики значительно более интересные. И, между прочим, о таких же абонемитарных взаимодействиях говорил и пригожно в своих книжках. У него же очень важен «Острела времени», что не обратило во времени эффекты. И он тоже предлагал отказаться от унитарности операторов квантомеханики. Наблюдаемые они не Ермитова, а унитарные операторы эволюции только унитарные. Да, да, да. Да, конечно. Да, унитарности операторы эволюции, да. Да. Да.